Мы уже почти у финала. Осталось только разобраться, как работает программа Fortune и как поменять ее конфигурацию. Для этого обратимся к мэниулу. Print a random hopefully interesting. Нам пригодится вот этот параметр print out a list of files which would be searched, чтобы увидеть откуда она берет советы. Хотя это видно и здесь. Вот папка, куда мы должны записать наш файл. Пойдем в эту папку. Посмотрим в какой-нибудь файл. Видим следующее, что советы написаны в одной строке, а между ними знак процентов. Посмотрим в какой-нибудь другой файл. Некоторые советы могут занимать больше, чем одну строку. В любом случае, между каждым советом есть процент. То есть, наш файл должен выглядеть примерно так. Какой-то текст, процент, очередной совет, процент и так далее. Возвращаемся в нашу программу. Возвращаемся в нашу программу. Что здесь происходит? Мы пытаемся создать одну строку, которая будет выглядеть так. Процент. Я пишу процент, процент, потому что процент это специальный символ. Вот, допустим, здесь он показывает формат каких-то данных, которые должны быть в этой строке. Процент s это string, процент и это integer и так далее. Процент, процент это говорит о том, что это просто процент. Backslash n это переход на новую строку. Процент s это какая-то строка. В данном случае, это наш совет, который мы получили на прошлом этапе. Сейчас проэкспериментируем. Так, мы хотим, чтобы он выведел процент, новая строка, потом совет. Пишем то, что мы написали тут. Ну да. Теперь, то, что у нас в данный момент находится в переменной advice, нужно будет записать в файл. В файл мы будем, не будем дергать его в каждом этапе нашего цикла. Мы его откроем в самом начале. Внутри цикла мы будем его писать. В самом конце мы его закроем. Запускаем еще раз программу и проверяем, как она работает. Пока никак. О, нет, идет. Ждем. Будем ждать 10 итераций, что видно отсюда. Готово, наш файл называется advices.txt Посмотрим, что внутри этого файла, он выглядит не так, как нам хотелось бы, нужно было добавить переход в новую строку в самый конец, то есть сюда, добавляем еще один backslashend, повторим эксперимент. Уменьшим все эти данные. Да, теперь это то, что нам нужно. Следующий шаг, вот папка в которой хранятся советы. Копируем этот путь. И теперь копируем файл сюда. Cannot create permission denied. Ага, здесь нам нужны админские права. Файл там. Теперь перейдем в эту папку, убедимся, что он здесь. Да, он здесь. Дальше нужно сделать еще одну штуку. Обратите внимание на то, что для каждого файла есть еще один файл, который называется что-то там .dat. Dat это какой-то бинарный файл. Его мы писать вручную не будем, но хорошая новость в том, что этот файл за нас может сгенерить одного тегида, который называется .str-файл. Файл. Которая на входе должна получить имя файла. Пишем. stf-file.advices.txt Та же проблема, кроме чем denied. Вот мы права. Вот у тебя права. File created. Дрого-то устрейн. Indeed. У нас было только два стринга там. Проверяем. Да. Видно теперь, что у нас два файла. И это значит, что теперь fortunes будет брать советы и оттуда. Проверим. Есть вот один такой интересный параметр. C. Show the cookie file from which the fortune came. Это то, что мы хотим. Запустим ее несколько раз. Так, видим совет. Когда-то я экспериментировал, уже создал такой файл wisdom.jar.txt Тем не менее, мы еще раз покликаем, пока не наткнемся на какой-нибудь совет, который взялся из файла advices.txt. Проблема в том, что наш файл маленький, поэтому вероятность того, что программа выберет совет именно из него, достаточно маленькая. Нам нужно было создать в нем больше советов, и тогда он бы появился здесь с большей вероятностью. Я не буду продолжать этот эксперимент, но поверь, эта штука работает. Маленькая заметка о формате данных, который использует программу Fortune. Он называется cookie.char. Он написан в этом рфце. Не будем копать глубоко. Вот пример, как это выглядит. И тоже где-то здесь. Я ожидал, что здесь будет какая-то ссылка на программу str-files, с помощью которой мы создали бинарник. Но это не так. Вернемся сюда. Save data to a file. Configure fortune. Все готово. Результат перед нами. Билета там. Есть и советы, которые были взяты с нашего сайта. Точнее, не с нашего, а с их сайта. Хочу обратить внимание на один такой момент. Эта программа написана достаточно наивно, потому что она ожидает, что все идет по плану. Она не берет в учет то, что иногда сервер может не ответить или ответить нам какой-нибудь ошибкой. И тогда попытка найти что-нибудь, вот допустим здесь, мы уже с этим однажды сталкивались, попытка извлечь что-то, что в странице не находится, приведет к какому-нибудь runtime exception. То есть нам нужно будет еще добавить кое-какую логику в данный код, чтобы хендить правильно случай, когда что-то идет не так. Это мы сделаем в следующей серии.